Добрый день, уважаемые зрители. Тема сегодняшнего нашего разговора – БРИКС, история, структура расширения. И в гостях у нас сегодня кандидат наук, доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии Казанского федерального университета Белоглазов Альберт Владиславович. Здравствуйте, дорогие друзья. Хотел бы сегодня, насколько это возможно, подробно поговорить о БРИКС. И любая тема обсуждения, любой предмет исследования, он всегда начинается с корректных дефиниций и правильных определений. Вот на ваш взгляд, Альберт Владиславович, что такое БРИКС? Это содружество, это какой-то форум, неформальное объединение, организация. Какую корректную формулировку, какое корректное определение вы могли бы дать БРИКС? БРИКС – это практически все, что вы назвали, кроме международной организации. Международная организация должна иметь штаб-квартиру, генерального секретаря, устав, ну и обязательность принимаемых решений, обязательность их выполнения для всех членов. В БРИКС всего этого нет, и, наверное, это и привлекает к данному объединению. А вот все остальное подходит. Это и форум. Форум, конечно, не такой форум, как Петербургский экономический или Доводский, где сохраняется неизменная только площадка, а меняются участники. В этом форуме как раз сохраняются участники, а площадка меняется. Это и неформальное объединение. По крайней мере, поначалу не было никаких регулирующих документов и никакой структуры. Сейчас немножечко все формализуется, появляется структура, и вроде бы движется все к созданию организации, но это не быстрый процесс. Вот, Альберт Владиславович, мы знаем, что международные отношения, особенно когда их преподают в теории, когда мы говорим о дипломатии, они являются государствоцентричными. То есть главными акторами или субъектами международных отношений является государство. А государство, как некоторые теории говорят, являются, так скажем, акторами достаточно эгоистичными, то есть преследуют свои интересы. В связи с этим у любых взаимоотношений или государственных отношений присутствует какой-то интерес, то есть цель. Они вступают в разного рода взаимоотношения, исходя из своих каких-то побуждений. В связи с этим, какая движущаяся сил БРИКС, какие причинно-следственные связи заложены, и в чем, соответственно, смысл БРИКС для тех государств, которые либо хотят принять в нем участие, стать частью БРИКС, либо уже являются? Главный смысл БРИКС — это совместный ответ на вызовы, глобальные вызовы мировой системе международных отношений. Но реакция, которая приведет к положительным результатам для каждого участника объединения. И естественно, что в таких сложных условиях, в которых сейчас находится мир, государство вынуждено объединять свои усилия, свои ресурсы, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы настаивать на своих интересах, ну и двигаться к более справедливому мироустройству. Для БРИКС это многополярный мир. Эту точку зрения разделяют все участники и старые, и новые. То есть, правильно ли я понимаю, что среди двух основных интересов государства, которые они преследуют, это, во-первых, экономическое взаимодействие, достаточно успешное, и безопасность. Вы в данном случае безопасность в поиске нового типа кооперации именно на этой почве. Вы рассматриваете в качестве первостепенных или примордиальных? Я бы, конечно, рассматривал в качестве первостепенных, но БРИКС начинался с экономических интересов. Изначально страны БРИКС собирались для того, чтобы более плотно взаимодействовать в экономической сфере, выстраивать торгово-экономические отношения, совместные проекты, более справедливо распределять финансовые ресурсы, которые в мировой системе циркулируют. И вот все это должно было усиливать как их экономику, стимулировать экономический рост, так и гарантировать социальную стабильность в этих государствах. И уже позже они перешли к вопросам безопасности, к вопросам глобальной политической повестки, потому что ее невозможно избежать в наше время. Об этом мы, наверное, поговорим чуть позже подробнее. Вот это, кстати, очень интересно, потому что это выводит нас на вопрос об истории возникновения БРИКС, или я бы даже сказал о предыстории. Ведь вы говорите, что еще нужно проделать определенный путь для того, чтобы БРИКС стала полноценной организацией. Но мы же понимаем, что международные отношения не начинаются с нуля, любая внешняя политика не начинается с нуля. И рассматривая историю предыдущих организаций, таких как Лига наций или Организации объединенных наций, ведь они же преследовали определенную цель. Лига наций возникла, ну, фактически после окончания Первой мировой войны. И, в принципе, специалисты-международники искали пути разрешения. Главный вопрос, как избежать войны, как выстроить такое взаимодействие, когда война была бы невозможна. А в рамках Организации объединенных наций подчеркивается суверенитет государств, в какой-то степени права человека и, конечно же, ну, такой нелегитимный взгляд на хищническую войну, которая была вполне явным и обычным явлением в предыдущие века. Поэтому у НАТО есть своя история. Поэтому хочется понять, какая предыстория возникновения БРИКС. Да, вот у БРИКС есть и предыстория, и история. И, с вашего позволения, я начну с предыстории. Еще в 90-е годы министр иностранных дел Евгений Максимович Примаков высказал идею геополитического треугольника «Москва-Пекин-Дели». И он обосновывал это тем, что три крупные страны, ведущие экономики, имеют много сходных черт и близкие подходы к мировой политике, они должны держаться вместе. Однако эта идея не была тогда воплощена, потому что были серьезные разногласия между Китаем и Индией, с одной стороны. Ну, а с другой политическое руководство Российской Федерации во главе с Борисом Николаевичем Ельцином не было заинтересовано в выстраивании такой геополитической конструкции. А потом уже в начале 2000-х годов эту идею активно поддержали новые политические элиты. Президент Владимир Владимирович Путин и министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров. Но началось все даже до того, как Лавров стал министром иностранных дел. В предыстории можно, наверное, включить появление термина «брикс». Вернее, сначала это был термин «брик». Наверняка все наши слушатели знают эту предысторию, но напомнить не лишнее. Аналитик банка Goldman Sachs, британский экономист, профессор Джим О'Нил как-то изучая тенденции развития различных государств обнаруживал, что вот у четырех государств России, Китая, Индии и Бразилии очень сходные экономические структуры и сходный экономический рост. И в своей аналитической записке он указал, что если сохранится такая тенденция, то эти четыре государства будут ведущими экономическими субъектами, к середине 21 века. И назвал эти четыре государства аббревиатурой «брик». Ну, было созвучено со словом «кирпич», что всем запомнилось и показалось таким забавным. И следующим шагом, наверное, можно считать 2002 год. Это первые встречи в формате «рик». То, что Евгений Максимович Примаков предполагал, но не успел сделать, было сделано уже в 2002 году, когда впервые собрались представители этих трех стран и договорились о том, что будут консультироваться на различных международных площадках. Это было на уровне министров иностранных дел. Пока это еще не было «бриком», но был «рик» как его основа. Надо сказать, что «рик» сохраняется и теперь. Периодически на разных международных площадках либо министры иностранных дел, либо даже первые лица России, Индии и Китая встречаются в трехстороннем формате, обсуждают свои проблемы. Но «рик» так и не формализовался, не институциализировался, в отличие от «брикс», не приобрел какой-то внутренней структуры. Поэтому мы движемся дальше. И следующий шаг мы видим в 2006 году. В 2006 год Петербургский экономический форум по инициативе Путина встречаются уже министры экономики четырех стран, то есть Россия, Индия, Китая и Бразилия. И говорят о том, что «брикс» начинает, извините, «брик» начинает свое существование, и эти консультации будут постоянными. В том же году, в сентябре, на Генеральной Ассамблее ООН, которая каждый год проходит в это время в Нью-Йорке, встречаются уже четыре министра иностранных дел, ну, соответственно, тех же стран. И вот окончательно закрепляют этот формат «брик». Но пока еще ничего не говорится о саммитах, которые для нас сейчас являются главным событием в развитии этой структуры. И такой первый саммит состоялся лишь в 2009 году в Екатеринбурге. Это была инициатива России, ну, логично, раз саммит состоялся в России. И Россию тогда представлял Дмитрий Медведев, Китай представлял Худзинь Тао, это предыдущий председатель Китайской Народной Республики, Индию представлял премьер-министр Манмахан Сингх, и Бразилию и ныне действующий президент Лол Досилова. То есть вот он сейчас снова вернулся, человек, который добился включения Бразилии в эту структуру. И вот уже на первом саммите обсуждали не только экономические вопросы, но и прошли по глобальной политической повестке, обнаружили общие сходные позиции и договорились дальше развивать этот формат. Развивался он в основном в начале в рамках Большой Двадцатки, ну, или группы 20, если говорить более правильно. Здесь уместно напомнить, что в 2008 году разразился мировой финансовый, а потом и экономический кризис. И для противодействия ему была создана группа 20, в которую вошли 19 государств, ведущих экономик, и Европейский Союз. И так получилось, что все государства БРИК вошли в эту группу 20 и регулярно встречались. На первых порах саммиты Большой Двадцатки были дважды в год, и, соответственно, там встречались лидеры этих четырех государств и на полях, в кулуарах. Они вырабатывали общие подходы к той повестке, которая была на Большой Двадцатке. И вот так интересно получилось, что их подходы сильно отличались от подходов Большой Семерки, господствовавшей в этой группе 20. И с самого начала вырисовывалось некое противоречие между ними. В основном по распределению финансовых ресурсов для преодоления финансового кризиса. Дело в том, что такие институты, как Международный валютный фонд, как Всемирный банк, они контролировались как раз членами Большой Семерки и распределяли финансовые ресурсы в основном по западным странам, а странам, развивающимися, давали по остаточному принципу и с очень большими условиями, включающими и политические требования. Как раз наши четыре страны, Россия, Китай, Индия, Бразилия, выступали за более справедливую мировую финансовую систему в интересах развивающихся стран, за отказ от неоколониализма. И это находило отклик в странах глобального юга или глобального востока. И так сейчас принято говорить. Тогда еще таких терминов не было. И вот ЮАР, которая тоже вошла в 2008 году в группу 20, к 2010 году поняла, что ее место среди этой четверки и подала заявку на включение. В том же 2010 году она вошла формально, а в 2011 впервые приняла участие уже в саммите новой организации с расширенным названием BRICS, то есть добавив буковку «С» в конце. Все-таки получается, что идея многополярности, она красной нитью проходит через всю предысторию, ну и историю BRICS. И все-таки идея конкуренции или противостояния сложившимся центром силы в предыдущей эпохе, она имеет место быть. То есть вы выделяете это в качестве стержневого такого стержня взаимодействия государства. Да, вы правы. Я это выделяю, но объединение не выделяет, не акцентирует этот момент противостояния. Часто наши руководители всех пяти стран заявляли, что BRICS не против кого-то. BRICS за развитие наших участников. Мы не конкуренты, мы не враги, не противники. Мы готовы сотрудничать со всеми. Но по умолчанию такой ход действий, такой ход мыслей, он уже вызывал опасения у Большой Семерки, у стран так называемого Золотого Миллиарда, ну прежде всего у Соединенных Штатов, которые сформировали к тому времени однополярный мир, к тому времени, когда закладывалась основа BRICS. Ну и само собой, вот сначала на площадке Большой Двадцатки, а потом и вообще на всех глобальных площадках BRICS стали воспринимать как конкуренты, как враждебное объединение и делать очень многое для того, чтобы предотвратить успехи или расширения. Ну вот в качестве примера приведу первую попытку вхождения Аргентины в это объединение. Еще в 2015 году президент Кристина Киршнер, представлявшая левое социалистическое правительство, но социально ориентированное, подает заявку у BRICS, наверное, с подачей и слабированием Бразилии. Эта заявка, в общем-то, благосклонно рассматривается, но в этот момент Аргентине создаются финансовые трудности, в частности, ее большой долг не выплачивается вовремя из-за провокации одного небольшого суверенного фонда из Соединенных Штатов, который контролировал 5% ее долга, не принял один из страншей, заявляя, что нарушены какие-то документальные частности, условности, а потом заявил, что у Аргентины технический дефолт. Все большие агентства, которые выстраивают рейтинг, опустили рейтинг Аргентины, и, соответственно, она не могла дальше заимствовать для обслуживания своего долга. Начинается кризис внутри, и на новых выборах побеждают уже правоориентированный президент Маурисио Макри, который с подачи Соединенных Штатов отказывается от вступления в БРИКС. То есть мы видим, что даже на таком уровне строятся различные козни, провокации, чтобы у БРИКС не было дальнейшего успеха. Но сейчас это все равно не удается, и все равно объединение расширяется. Альберт Вячеславович, скажите, пожалуйста, внутренние противоречия между государствами БРИКС, насколько сильно они влияют на то, что пока полноценной альтернативы сложившимся международным институтам предыдущей эпохи такой полноценной нет? Нет, ведь мы же наблюдаем, что многие так называемые западные институты, они очень институциализированы. Там присутствует определенное единение и монолитность по поводу как-то направлений общеполитики, взглядов. Там есть очень широкий спектр ценностей, которые нельзя отрицать в современную эпоху. Там присутствуют итерационные связи, которые продюсируют каждый раз сами себя. Насколько внутренние противоречия все-таки между государствами, которые, безусловно, есть. Да, вы правы. Внутренние противоречия, конечно, есть. Некоторые из них на виду, такие как между Индией и Китаем. Там, начиная от пограничных споров и даже столкновений между представителями армии и заканчивая вопросами торговли. Плюс участие Индии в формате клад таких стран, ориентированных на сдерживание Китая, как Соединенные Штаты, Австралия, Япония. Конечно, все это мешает развитию БРИКС, но успешно преодолевается. Успешно преодолевается в основном благодаря деятельности России, которая балансирует интересы, которая не склоняется в сторону Индии или Китая. С каждой из этих стран выстраивает собственные, очень добрые, партнерские отношения. И это мы видим по реальным результатам нашего сотрудничества. Например, за 2023 год у России с Китаем был максимальный торговый оборот в 240 миллиардов долларов. Зато Индия показала первое место по приросту торгового оборота среди наших торговых партнеров. Так что здесь мы видим параллельное движение России в сторону Индии и Китая, и это как бы сглаживает все противоречия. Но еще мешает смена правительств в отдельных странах. Вот мы здесь говорили про Аргентину, она так и не вошла в БРИКС. В Бразилии было подобное. В Бразилии вошла при президенте Лули де Сильве, но потом, после него, его преемница Дилма Русов не смогла доработать свой полный срок. Да, она успела приехать еще к нам в Уфу на саммит БРИКС в 2015 году, но вскоре, в 2016 году, ее отстранили от власти в результате импичмента, организованного ее заместителем, вице-президентом Мишелем Тимером, тоже поддержанным Соединенными Штатами. И после этого участие Бразилии в БРИКС стало минимальным. При Мишеле Тимере оно чуть сократилось, а вот при следующем президенте, который был уже ультраправый, Жаиро Болсонару, оно стало не очень заметным. Хотя, конечно, Бразилия провела саммит в тот период, Болсонару председательствовал на нем. То есть прагматические интересы не позволили совсем выйти из организации, национальные интересы они преследовали. Но бурного сближения с Россией и Китаем в этот момент у Бразилии не наблюдается. Ну вот, к счастью, Лоу Досилова, который к тому времени уже и отсидел небольшой срок, был под следствием, полностью очистился, с него сняли все обвинения, он снова победил на выборах, с 1923 года возглавил Бразилию, и Бразилия с новыми силами, с новым энтузиазмом включилась в работу БРИКС. Я думаю, сейчас можно напомнить нашим зрителям, хотя эта информация, в принципе, достаточно известна, кто является основоположником, какие государства являются основоположниками БРИКС. И в связи с этим еще небольшой вопрос. Все-таки Россия, помимо тех общих целей, о которых вы говорили, какую преследует политику в рамках взаимоотношений внутри БРИКС? Есть ли что-то специфическое, что можно подчеркнуть и что важно, на ваш взгляд, Альберт Владиславович? Ну, специфические задачи России, это, прежде всего, выстраивание независимой экономики, освобождение от долларового диктата, что проводится через расчеты в национальных валютах, создание альтернативных финансовых институтов, альтернативных МВФ и Всемирному банку, они в БРИКС уже созданы, и мы о них можем поговорить чуть позже. Ну и, как следствие, в целом, возможности для развития каждой из стран, поскольку Россия опирается на принципы, признанные всеми странами БРИКС, такие как о руноправии, не вмешательство во внутренние дела. Кстати, интересный момент. Была резолюция в ООН по будущему, и Россия предложила там поправку, исключающую вмешательство во внутренние дела. Соединенные Штаты ее забаллотировали. Да, Россию вместе с Белоруссией и Никарагову внесли. Эту поправочку, что все хорошо, мы подписываемся под высокими словами о целях будущего, но при этом настаиваем на невмешательстве во внутренние дела. И не прошла такая формулировка. В итоге и сама резолюция не прошла, потому что Россия отказалась ее подписывать, само собой, без такого нашего дополнения. Вот для нас это важно, и мы это реализуем через систему БРИКС. Немешательство во внутренние дела, опираясь на сильных союзников, на сильных партнеров, движение вместе, но с сохранением своей идентичности, своей особенности, невыравнивания, без гомогенизирования, с единым центром, как это было в однополярном мире на рубеже 90-х и 2000-х, а возможность развиваться целому букету различных стран, цивилизаций, культур. Вот это наш подход, это наш интерес. Переходя к структуре БРИКС, хочется понять, как осуществляются взаимоотношения, какие институты существуют. И раз уж вы очень много говорили о торговых взаимоотношениях, хотелось поговорить о перспективах общей валюты, как сейчас торгуют государства, ну и если брать локомотивы, торговые взаимоотношения, у каких государств с какими более тесные взаимоотношения, у каких государств, ну, так скажем, есть над чем поработать, вот внутренняя структура БРИКС. Да, структура БРИКС сейчас достаточно сложная. В первую очередь, это, конечно, саммиты, которые проводит председательствующая страна. Председательство идет по скользящему графику. Правда, некоторые страны отказываются от своей очереди, как Бразилия, которая должна была быть председателем в этом году, но она отказалась, и в итоге Россия приняла его чуть раньше. Кроме саммитов, существуют встречи профильных министров. Это, прежде всего, министры иностранных дел, министры финансов, министры экономики. Как минимум, одна встреча в год у них происходит. Кроме того, есть многочисленные экспертные советы по отдельным направлениям, отдельным отраслям. Они включают в себя не только экономику, но и экологию, и безопасность. Есть какая-то иерархия в этой линейке? Нет, здесь очень такая многоуровневая, разноскоростная интеграция. Трудно сказать, кто из них выше. Например, есть форум парламентариев стран БРИКС, есть форум городов или муниципальных образований стран БРИКС. И особое место в структуре занимают, конечно, два финансовых института. Это новый банк развития БРИКС и полувалютных резервов. Они как раз призваны заменить те западноцентричные структуры, о которых мы уже говорили. То есть новый банк развития БРИКС, он как альтернатива Всемирному банку, а полувалютных резервов, а альтернатива МВФ, Международному валютному фонду. В каждом из них уставной капитал приблизительно 100 миллиардов долларов, но в долларом эквиваленте, там из разных валют он формируется. Если брать полувалютных резервов, там ровно 100 миллиардов. Это такая подушка безопасности, такая кубышка на случай непредвиденных обстоятельств. Если у какой-то страны БРИКС возникнут финансовые трудности, их финансовая система будет в опасности, чтобы было из чего поддержать. Любопытно, что наибольший вклад туда внесла Россия. Даже не Китай, а Индия, у которых экономики больше и больше золотовалютной резервы, чем у России. Но вот Россия внесла больше, что говорит о ее заинтересованности. Ну а новый банк развития БРИКС, он финансирует в основном инфраструктурные проекты в странах БРИКС. У него есть в данном случае штаб-квартира, она находится в Шанхае. Возглавляет Дилма Русов, мы ее сегодня упоминали. Это экс-президент Бразилии, преемница Лула Де Силы. Кроме того, в структуре есть культурно-гуманитарные подразделения, о которых обычно не вспоминают, но мне кажется, это важно. Есть сетевой университет БРИКС, он создан в 2015 году. Туда вошло и 10 университетов России, практически все федеральные. Но их центр находится в Екатеринбурге, в Уральском федеральном университете. Он координирует деятельность российских участников сетевого университета БРИКС. Есть и спортивная организация, она проводила игры БРИКС в этом году. Она моложе, чем сетевой университет. Туда вошло больше стран, чем БРИКС, то есть 50 участников и 25 видов спорта. Решено сделать их постоянными, правда, не знаю, в каких они будут городах. И основные страны, основатели БРИКС, предложили туда внести каждый свой национальный вид спорта. Например, Бразилия к Паэру, а Россия, поскольку у нас в Татарстане все это начиналось, то крэш, борьба на поясах. Вот такой момент. Так что мы видим, теперь БРИКС, это объединение не только экономическое, но очень многопрофильное. Оно рассматривает и политические проблемы, прежде всего формирование многополярного мира, и пути достижения этой задачи, и экологические проблемы, и борьбу с терроризмом, обеспечение безопасности. Так что видим, структура сейчас очень обширная, многоплановая, многослойная, не иерархическая, но, тем не менее, охватывающая практически все направления деятельности. Альберт Суславович, все-таки хотелось бы вернуться к экономическим вопросам. Хорошо. А как дела обстоят с общей валютой, и насколько интенсивны экономические взаимодействия у разных стран? Если бы можно было эту степень интенсивности между крупными игроками обозначить в общих чертах, то, мне кажется, это было бы интересно. Да, проблемы общей валюты обсуждаются давно. И сразу же после создания нового банка развития БРИКС, а это было в 2015 году, после саммита в Уфе, предполагалось, что такая валюта возникнет достаточно быстро, но разные позиции отдельных стран не позволили к этому подойти, потому что здесь непонятно, кто будет имитировать, в каком объеме. Ну, это не секрет, что в Евросоюзе, где есть общая валюта, зона евро, не все обладают равными правами. Например, Германия или Франция выпускает максимальное количество валюты евро, а маленькие страны, вошедшие в зону евро, лишь иногда им позволяют чеканить какие-нибудь юбилейные монеты. То есть совершенно никакого равенства. БРИКС превозглашает равноправие, но при этом экономики разные. Особенно отличалась экономика ЮАР. Вот ЮАР хоть и вошла в большую двадцатку, сейчас она не является участником 20 ведущих экономик мира. То есть она вышла из этого клуба по факту. Ну, она не единственная, еще такие страны есть, как Аргентина, например. Но дело не в этом, а в том, что всем давать равные права по выпуску валюты, это, наверное, или не рационально, не реалистично. А давать разные права в зависимости от объема экономики, ну, это обидно. И, в общем, наверное, есть еще и другие причины. Во все детали я не могу удаваться, потому что просто не обладая инсайдерской информацией, то, что не публикуется, мы знать не можем. Но так вот просачиваются новости о том, что споры такие велись в разных соотношениях, в разных парах о том, чья валюта ляжет в основу. Но в итоге пришли к мнению, что это должна быть совершенно новая валюта, скорее всего, цифровая. И вот на последних саммитах уже обсуждался этот вопрос. По крайней мере, на саммите в ЮАР в 23-м году, где принималось решение и о расширении, этот вопрос встал с новой силой, потому что, если уже ЮАР не соответствовало уровню других экономик, по крайней мере, там Россия, Индия, Китай — это первая экономика в первой пятерке по ВВП, ППС, то есть по паритету покупательной способности. Вот Россия сейчас на четвертом месте, Китай на первом, Индия на третьем. Вот так получилось, да, в пятерку входят еще Соединенные Штаты на втором, и Япония сразу за Россией, Бразилия чуть-чуть отстает, но в первую десятку тоже входит. А ЮАР не входит, я уже сказал, даже в первые 20 экономик. А сейчас, когда вошли еще дополнительные государства, некоторые из них еще меньше по объему, или, может быть, у них еще большие сложности в экономике, и тогда точно не получается просто сложением национальных валют создать новые. Это должна быть совершенно новой, на новой основе. Возможно, она будет привязана к золотому стандарту, а не к национальным валютам. Было ранее. Да, но сейчас говорить преждевременно, что это будет, я уверен, что этот вопрос будет обсуждаться на различных площадках, в том числе и на ближайших саммитах. И, возможно, придут к какому-то конструктивному решению. Да, придут к конструктивному решению, но, мне кажется, сначала надо интегрировать новых участников БРИКС. Альберт Вячеславович, прежде чем мы поговорим детально, и вы сможете обозначить волны расширения БРИКС, хотелось бы подловить вас на одном моменте. Вы сказали, что БРИКС не обладает российской структурой. Но ведь одновременно с этим мы подчеркиваем, что в экономическом плане достаточно неравное положение, исходное у государств. И у нас есть история развития любых организаций, которые, хотя зачастую носят сетевой характер, но так или иначе иерархия везде присутствует, потому что есть крупные игроки, есть игроки поменьше. Это мы наблюдаем и в Организации Объединенных Наций, это мы и наблюдаем, естественно, в НАТО, это мы и наблюдаем, наблюдали в Лиге Наций и в, соответственно, других организациях. Все-таки проблема иерархии, сеть мы видим, она есть достаточно четкая. Все-таки сможет ли БРИКС в будущем преодолеть проблему, я так скажу, скатывания в иерархию? Да, думаю, сможет. Учитывая, что еще около 40 государств подали заявки, и они еще более мелкие. Ну, может быть, это звучит немножко грубовато, но что делать, так и есть. И по территории, и по населению, и по объему экономики еще более мелкие, чем те страны, которые уже приняты. Ну, например, Белоруссия, Азербайджан, они также подали заявки буквально недавно. И, соответственно, если будет иерархия, то какой смысл этим государствам туда входить? Для того туда и государства и стремятся, чтобы быть равным среди равных, независимо от того, какая у тебя территория, какое население, получать возможности для развития, получать поддержку, избежать давления, которое было всегда раньше в западноцентричном мире. Поэтому я настроен оптимистично. Если БРИКС будет развиваться вот таким же принципом, который мы уже обозначили, то иерархии не будет. В целом в мире, конечно, иерархию избежать невозможно. И думаю, что БРИКС и объединяется для того, чтобы участвовать в выработке новых правил построения мировой системы международных отношений. Потому что та система, которая работала после Второй мировой войны, безнадежно устарела и сейчас на наших глазах ломается. Никакие договоры не работают, многие из них динансированы. И, соответственно, назаревает то, что некоторые аналитики называют условно новой Ялтой, то есть некая новая конференция, где будут прописаны новые правила игры. Вовсе не те, о которых нам говорят на Западе, которые формируют демократии против автократии, признанные всеми игроками. Думаю, что страны приходят в БРИКС для того, чтобы иметь шанс участвовать в выработке этих новых правил. Потому что иначе их будут писать только потенциальные центры силы, действительно первые экономики, первые страны по военному потенциалу, первые по политической активности. А куда же деваться остальным? Они должны как-то себя позиционировать. Ну, в конце концов, национальная гордость у них удовлетворяется тем, что вот они в такой большой дружной семье, без всякого давления, тоже вносят свой вклад в общее дело. — Альберт Владимирович, ну, раз страны приходят в БРИКС, давайте поговорим о волнах расширения БРИКС, начиная с самой первой. — Я уже упоминал, по сути, одну попытку. Это даже не первая волна, а такой фальшстарт, наверное. — Предволна. — Да, аргентинский. — 15-го года. — Да, и вот Аргентина же попала и в число тех шести счастливчиков, которые были отобраны из почти 30 государств, подавших заявки на вступление в БРИКС в 23-м году на саммите в ЮАР. Напомню, что на этом саммите Россию представлял министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, но Владимир Владимирович Путин участвовал онлайн и выступал на пленарном заседании. Так что здесь оба наших первых лица во внешней политике приложили руку к этому решению. Хотя, конечно, Путин говорил, что здесь большая роль принадлежит именно действующим президенту ЮАР, председателю БРИКС, в тот момент Сирилу Ромофосе. И вот, соответственно, в 23-м году в ЮАР рассмотрели эти заявки, и вот чудеса дипломатии проявил президент ЮАР по признанию нашего президента, сумев как-то отобрать именно шесть участников, чтобы не обидеть остальных и как-то сбалансировать интересы разных групп влияния. И вот кто же туда вошел, кроме вышеназванной Аргентины? Это еще две африканские страны, Эфиопия и Египет, две страны Ближнего Востока, вернее, Аравийского полуострова, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, и страна по нашим картам Среднего Востока, Иран. Всего получилось шесть, но на сегодняшний день их осталось пять. Мы также уже, по-моему, упоминали аргентинский казус, что Хавьер Милей, который пришел к власти после переизбрания, после левого правительства Альберта Фернандеса, подавшего заявку, эту заявку отозвал, и на сегодняшний день пока не просматривается участие Аргентины. Небольшие трудности возникли в участии Саудовской Аравии. К 1 января она не подтвердила свое участие, в отличие от остальных четырех, но потом они были преодолены, и на саммит в Казань должен приехать принц Мухаммед, наследник престола, сын короля Салмана, который стар и больной, и сам уже не выезжает на международные мероприятия. Ну а остальные страны никаких проблем не показали, и присоединились в тот срок, который им был предписан, с 1 января официально вступив в этот клуб. Почему именно эти страны? Почему подавали заявку 30 стран, среди них не менее уважаемые и, может быть, даже более крупные экономические, как Индонезия, например, или Алжир? Наверное, я начну с Аргентины все-таки, поскольку она отвалилась, и мы о ней не будем говорить дальше уже в контексте БРИКС. Здесь уважают ее второй заход, с одной стороны, а во-вторых, лоббирование Бразилии, потому что две страны Южной Америки входят в группу 20, Бразилия и Аргентина, и обе они являются костяком Меркосур, общего рынка Южной Америки. Наряду с Парагваем и Уругваем, там всего 4 субъекта, членство Венесуэлы сейчас приостановлено, и вот, соответственно, Бразилии было бы выгодно и полезно, чтобы оба крупных представителя Меркосур присутствовали в БРИКС. То есть через них был бы вход более широкий в Латинскую Америку, потому что Бразилия и Португала говорящая страна, и должна была быть хотя бы одна испаноговорящая, которая ближе ко всем остальным странам. Ну вот с Аргентиной в очередной раз не сложилось, и поэтому давайте перейдем в Африку. Два новых участника Африки, они показывают сбалансированность и по географии, и по международным организациям. Ну то есть была одна страна из Южной Африки, но не представлена Северная Африка и центральная ее часть, ну то есть центр, восток, запад, это зона Сахеля, экватора, субэкваториальные зоны. И вот с севера теперь есть Египет, а из центральной части есть Эфиопия. Почему Египет и Эфиопия именно эти страны? Ну на севере Египет самый крупный субъект, больше 100 миллионов жителей, самая динамично развивающаяся экономика. Ну и я думаю, что немалую роль здесь играет личность президента Ассиси, который сумел стабилизировать страну после разрухи, вызванной арабской весной, после краткосрочного управления братьями-мусульманами во главе с Мухаммедом Мурси. И вот он поставил Египет на ноги. И еще такой интересный момент хочу напомнить. В 2017 году саммит БРИКС проводил Китай и впервые предложил пригласить в качестве гостей потенциальных участников БРИКС. И там было пять стран приглашено. Мексика, Таиланд, Гвинея, Таджикистан и Египет. И вот из этих пяти сейчас ныне действующий президент Ассиси, нет, Таджикистан тоже ныне действующий, но Таджикистан никто пока не рассматривает, да и заявку они не подавали. Ассиси уже тогда проявил интерес к БРИКС в 2017 году и с тех пор его не снижал. К тому же Египет выстраивает крупные проекты совместно с другими членами БРИКС, ну в частности с Россией. Россия там строит атомную станцию Эль-Даба и промышленную зону в районе Советского канала. Кроме того, в Египте расположена штаб-квартира Лиги Арабских государств, что делает его страной ценной не только самой по себе, но и как представителя арабских государств вообще. Похожая ситуация с Эфиопией. Эфиопия тоже крупная страна, тоже больше 100 миллионов жителей, а также выстраивает крупные проекты с членами БРИКС, в частности Китай там строит крупную гидроэльтростанцию в Верховьях Нила. Также в Эфиопии расположена штаб-квартира важной организации Африканского союза, в Адис-Абебе находится. И личность премьер-министра, в Эфиопии премьер-министра является первым лицом Аби Ахмед. Она тоже немаловажна. Это нобелевский лауреат мира. Именно он завершил очень длинную и кровавую войну Эфиопии и Эритреи. Так что здесь выбор Эфиопии мне тоже понятен. К тому же она была всегда дружественной и Россией, и Китаю, ну и другим членам БРИКС, конечно, тоже. То есть у нее всегда было свое мнение. Потом эта страна с очень длинной историей, единственной территорией, которая не была никогда колонизирована, как вы знаете, называлась Абиссиния раньше. Единственной, с кем у Российской империи были дипотношения. Все остальные были колониями европейских государств. Если мы перейдем на Ближний и Средний Восток, наверное, я начну с Ирана. Здесь все наиболее очевидно. Почему Иран был включен? Это очень сильный и самостоятельный игрок. 40 лет под санкциями, 40 с лишним. Его закалили. Он при этом не сдался, создал совершенно оригинальную экономику, вошел в первую десятку по многим технологическим параметрам, ну, например, по гиперзвуку, по беспилотникам, по микроэлектронике и наноматериалам. В общем, это интересная экономика и интересная политика. Кроме того, Иран влияет на целый ряд шиитских организаций по всему региону. Как мы знаем, это и хазарейцы в Афганистане, это и шииты, но в основном армия Махди в Ираке, это и алавиты в Сирии, которых представляет и президент Башар Асад, ну, и Хизбалла в Ливане, которые сейчас испытывают сильное давление и военное столкновение с Израилем, и хуситы в Йемене. То есть различные политические силы, которые на слуху, они контролируются Ираном, и через него можно как-то стабилизировать ситуацию в регионе. Но даже, на мой взгляд, не это главное, а то, что Иран находится в центре важного транспортного коридора, север-юг, и связывает как раз двух членов БРИКС, Россию и Индию. И, конечно, его вхождение в БРИКС здесь вполне... Принципиально. Да, принципиально и логично. И с Китаем он выстроил партнерские отношения в рамках одного пояса, одного пути, заключив массу договоров. Плюс он помирился, наконец, с Саудовской Аравией в 1923 году, как раз при посредничестве России и Китая. В Китае это все произошло, да. И, кроме того, вступил в ШОС. То есть Ирана единственная страна, которая за один год вступила и в ШОС, и в БРИКС одновременно. Ну и у нас остается Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Про Саудовскую Аравию, наверное, сказать проще, потому что она член Большой двадцатки, она ведущая сила в ОПЕК, хотя штаб-квартира не там, но зато у нее штаб-квартира Организация Исламского Сотрудничества, и через нее ближе становятся все исламские страны. И, кроме того, она возглавляет свою региональную организацию Совет Сотрудничества Арабских Государств Персидского залива, куда входят все монархии, нефть и газы добывающие. И Саудовская Аравия с 17-го года начала поворот в сторону России и Китая, поскольку до этого была полностью под контролем Соединенных Штатов, стратегическим партнером, и выполняла заказы, вот последний заказ по опусканию цен на нефть, для того, чтобы порвать экономику России в клочья, ну не только Россию, и Иран, и Венесуэлы. Он ударил по самой Саудовской Аравии, то есть администрация Обама в свое время обещала, что нефть не упадет ниже 50 долларов за баррель, со стаи ее уронили, но сами штаты докрутили через систему своих дилеров, через бумажную нефть, ну то есть фьючерсы, которые продаются в большем количестве, чем физическая, до 30 долларов. И впервые в Саудовской Аравии случился кризис, поднялись цены, в том числе цены на бензин, поднялись налоги, они не сверстали бюджет, ну и потом решили уже контролировать цены на нефть совместно с Россией. И это реализуется в рамках формата ОПЕК+, который был заложен после единственного визита короля Салмана в Россию в октябре 17-го года. То есть никогда саудовские короли ни в советское время, ни в постсоветское не приезжали в Россию, это был единственный визит, знаменовавший разворот Саудовской Аравии, ну может быть не полностью разворот, но по крайней мере налаживание партнерских отношений. Кроме того, Саудовская Аравия тогда перестала сама выращивать зерновые культуры, прежде всего пшеницу, и перешла на стопроцентные закупки, а Россия уже вышла на первую позицию по продаже пшеницы в мире, благодаря нашим контрсанкциям. Вот у нас поднялась сельскохозяйственная отрасль. В общем, так или иначе, Саудовская Аравия с 17-го года по наши дни показывает очень хорошую динамику, она, конечно, балансирует между разными политическими силами, но тем не менее сближается с БРИКС. И вот последний шаг, который она сделала, мне кажется принципиально важным и для БРИКС, и для мировой финансовой системы вообще. Она заявила, что отныне нефть, которую она продает, не будет стопроцентно номинироваться в долларах. То есть она будет рассчитываться в национальных валютах. А что это значит? Когда Соединенные Штаты отвязали доллар от золота в 70-е годы, они заявили, что доллар теперь обеспечен всей нефтью мира, потому что вся нефть торгуется в долларах, и поэтому другого обеспечения не нужно. А если Саудовская Аравия, Россия, Иран, Венесуэла уже не продают нефть за доллары, и возможно это коснется и Объединенных Арабских Эмиратов, коль скоро это государство в орбите политики Саудовской Аравии, и вошло в БРИКС, то значит доллар остается без обеспечения вовсе, и поднимается вопрос о его замене в международных расчетах другими валютами. Так что здесь роль Саудовской Аравии очень важна, и в принципе все похожие моменты можно сказать и про Объединенные Арабские Эмираты. То есть это тоже член ОПЕК, также член Совета Сотрудничества Арабских Государств Персидского залива, также очень богатое нефтяное государство, но есть и особенности, которые делают это государство очень важным и привлекательным. То есть Объединенные Арабские Эмираты себя позиционируют как государство-переводчик, государство-перевозчик, то есть через них идет параллельный импорт, например, в те страны, которые закрыты для прямых поставок. Они являются посредниками в сложных политических переговорах. Саудовская Аравия — это важный инвестор. Инвестиционные фонды вкладываются в выгодные активы по всему миру, в том числе и в странах БРИКС. Так что ее вхождение тоже понятно. Ну и, наверное, Саудовская Аравия изначально ставила вопрос о совместном вхождении двух этих государств для укрепления своих позиций. Таким образом, у нас получается пять новых членов и пять старых. Десять. Ну, про старых я не говорю, почему они вошли. Это и так все очевидно. А вот с новыми, думаю, стало чуть-чуть яснее. Вот подытоживаю всю ту динамику, которую вы обозначили, Альберт Владиславович. Можем ли мы говорить о том, что 23-й и 24-й год в какой-то степени являются переломными для увеличения влияния БРИКС в мире? Да, конечно. И 23-й, и 24-й являются переломными. Хотя бы в силу того, что БРИКС расширилась в два раза, это 23-й год. И в 23-м же году поставлены многие важные вопросы, ну, в частности, полного перехода на национальные валюты, отказ от доллара. Вот то, что вы спрашивали ранее про валюту внутреннюю БРИКС, про дальнейшее расширение, это все решается как раз в эти два года. Поэтому думаю, что БРИКС сделал резкий скачок в своем развитии, но не последний. Вот здесь хочется сказать, что на сегодняшний день порядка 40 государств в той или иной степени высказали заинтересованность в присоединении БРИКС. Некоторые из них прямо уже сформировали заявки. Я упоминал о некоторых, например, Азербайджан или Белоруссии. Ну, практически одновременно с Азербайджаном Турция подала свою заявку. Ранее такие заявки были от Индонезии, от Алжира, я их тоже упоминал. Недавно Владимир Владимирович Путин встречался в Владивостоке с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. И там тоже речь шла о присоединении Малайзии к БРИКС. Так что здесь большой простор для перспектив, для прогнозирования. Конечно, думаю, что БРИКС не будет принимать всех желающих без разборов, потому что они все очень разные, их очень много. И вот я уже говорил как-то вначале, что сначала надо переварить, интегрировать тех, кто уже вступил. И они-то сильно отличаются от основателей БРИКС, от тех, кто подает заявки сейчас, еще дальше. Однако, мне кажется, никому не надо закрывать путь и обеспечить разноуровневое участие. Вот здесь хорошим примером является ШОС, Шанхайская организация сотрудничества. Там, кроме постоянных членов, есть еще наблюдатели и партнеры по диалогу. И постепенно они продвигаются. Партнеры по диалогу становятся наблюдателями, наблюдатели становятся членами. Вот так ШОС тоже прошла несколько волн расширения. Сначала в 2017 году вступили Индия и Пакистан. Потом, вот, мы уже упоминали Иран, который стал членом ШОС в 2023 году. В этом году присоединилась Белоруссия. И так, шаг за шагом расширяется организация по мере того, как государство проходит по разным ступеням участия. Вот так и в БРИКС, я думаю, должны быть и партнеры по диалогу. А это, по сути, и по факту уже сделано. То есть, есть такой формат аутрич, который предусматривает расширенное заседание с гостями БРИКС. И такое же было уже на предыдущих саммитах. Ну, в Африке, например, приглашали многих глав государств африканских стран. И думаю, что и в Казани то же самое. Приедет очень много лидеров стран, которые напрямую еще не заявили о присоединении БРИКС, но интересуются. По сути, их можно считать партнерами по диалогу. Думаю, что пока должна быть такая двойная система действующих членов и партнеров по диалогу. Аберт Вяславович, чувствую Ваш очень позитивный взгляд относительно будущего БРИКС с точки зрения расширения, устранения внутренних противоречий, а также совершенствования структуры. А я напоминаю вам, дорогие зрители, что сегодня разговор у нас был с кандидатом наук, доцентом кафтером международных отношений мировой политики дипломатии Казанского федерального университета Белоглазовым Альбертом Владиславовичем. Мы обсуждали общие вопросы истории, расширения и структуры БРИКС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин